здравствуйте итак новая неделя глава и тро но начнем мы как всегда неделю в общем-то с майси с майси очень интересная майси вообще майси это в них вложено очень много особенно когда это касается таких людей как большинство все что касается большинства велика в этой майси очень большая глубина и так жил-балзальман достаточно обеспеченный человек такой синагоги такой все его знали он был промышленник и так далее это однажды на годе он а тогда нюхали все особенно табак открывает табакерку дает всем там все попробовать в это время от пенсион который сидел сбоку там так с грязными руками побежал знает что он самый лучший табак протянул руку а залман посмотрел грязный такой захлопнул табакерку и остался бензион без понурив голову без табака и ушел и мир в этот день написано был виден сверху донизу на небе увидели это все и было постановлено что все поменяется и что богатство залмана должно перейти к бензиону и с этого дня дела бензиона пошли в гору за чтобы он не брался шло без убытков великолепная прибыль а залман убедился что и склады огромные с товаром и кошельки с червонцами не показатель может все произойти он обеднел и пошло до того чтобы через три-четыре года уже побирался ходил с подаянием и ну давай чуть больше вы же знали что он был очень богатый человек он вот эти вот больше гордился это было его в жизни то на что он опирался и вот однажды он пошел к приехал большим там и меджи буш и знали что давали обычно всем нищим всегда помощь он подошел и когда начали давать горит а мне чуть больше надо я такой-то творить я зайду к раб из ролика зашел подозвал его бешт плакался рассказал свою несчастность судьбе без смотрел на то он говорит во всем виновата табакерка и когда залман понял в чем дело когда он понял как в какой момент вот судьба его меня уже начал стонать плакать бегать по комнате что делать проклинал свою гордыню проклинал все и бешт говорит ему ты знаешь только одно может помочь тебе если ты придешь пенсиону и он не даст тебе табакерку и захлопнет перед твоим носом как ты это сделал тогда все вернется назад но все у человека появилась цель жизни возможности как-то подняться он посмотрел еще на бешта и понял что это вообще единственная возможность он вернулся в родные места но не спешил идти к бензиону ожидал удобного часа и вот свадьба один раз свадьба бензион богатый человек закрытый огромный стол столы такие уставлены нищик посадили там сбоку все гуляют бензион внимательно смотрит и вот такой момент в смысле залма и вот он смотрит когда отец невесты бензион вместе с невестой танцуют там рядом с собой подбегает к нему в этот момент и вот вот видит что тот час как раз за это на раз подсовывает ему руку дай мне табакерку а тут танцует на столе я уже такой все это ведет держит его в это время посмотрел он что-то понял что-то не так он остановился слез со стола засунул руку в карман достал табакерку и говорит залману вот угощайся и тот упал в обморок когда его привели в чувство он рассказал бензиону табакерку про то какой страшный узел сплетенные судьбы и закончив теперь у меня нет надежды все не так страшно ему говорит бензион совсем поверь мне он дал залману денег тут перевез в эти края свою семью дал еще денег чтобы он купил себе дом и каждый месяц давал ему еще какие-то деньги чтобы бывшие богачи его близки могли жить скромно кстати сказал бешт оба они разлюбили нюхать табак вот такая вот история у бешта все волшебное вдумайтесь она совсем волшебная браха вы от слаха